Исключить использование сразу 19 несанкционированных свалок позволит строительство новых полигонов захоронения твердых коммунальных отходов в Амурском, Вяземском и Солнечном районах. Их проектирование должно закончиться до конца этого года. На смену старым методом придет новый цивилизованный подход в обращении с ТКО, когда мусор не просто сваливается в одну кучу, но перед этим сортируется. Площадки для него тоже выбираются обдуманно так, чтобы продукты гниения не загрязняли окружающую среду. Необходимо отметить, что, учитывая низкую плотность населения и, соответственно, малый объем образования твердых коммунальных отходов, на данных территориях строительство объектов по переработке отходов нецелесообразно, ввиду неокупаемости таких объектов. В конце прошлого года по всем трем объектам по конкурсу были отобраны компании-проектировщики. Перед проектированием они провели инженерно-экологические, геодезические и другие изыскания. Затем готовится сам проект на каждый из полигонов. Заканчивается это процесс госэкспертизой, после которой можно будет приступать к строительству, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Проектируют новые полигоны за счет краевой казны, на что было выделено чуть более 30 миллионов рублей. Заказчиком выступила служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края. Самую большую из трех площадок на 20 тысяч тонн отходов в год оборудуют в Амурском районе. В Вяземском полигон будет вмещать 12 тысяч тонн, а в Солнечном – более 4,5 тысяч тонн. На объектах обустроят контрольно-дезинфицирующую зону с устройством железобетонной ванны для дезинфекции колес мусоровозов. Будет также резервуар или пруд для пожаротушения емкостью не менее 50 кубометров. Полигоны оснастят биоакустическими отпугивателями птиц и животных, а также немаловажно будут участки по сортировке мусора, что, соответственно, уменьшит объем отходов, пояснили в Министерстве. Для сохранения экологии специалисты предусмотрят систему управления технологическими процессами так, чтобы максимально предотвратить загрязнение подземных и поверхностных вод – воздуха, почв и растений. Земельные участки, на которых проектируются объекты, расположены вне населенных пунктов, а также на значительном удалении от жилой застройки. Эксперты даже проверили, есть ли под ними грунтовая вода, которая может вымывать вредные вещества. Такой не оказалось. В целях большей защиты почвы и грунтовых вод на объектах будет предусмотрен противофильтрационный экран. Сейчас в населенных пунктах Хабаровского края и за их пределами числятся 109 несанкционированных свалок, куда исторические граждане и местные власти свозят мусор со всей округи. Воз твердых коммунальных отходов на несанкционированные свалки представляют собой эпидемиологическую опасность. Свалка – это серьезный источник загрязнения окружающей среды. При попадании отходов на свалку происходит этап гниения, вследствие которого выделяется токсичный биологический газ, а также зачастую вредные компоненты, образованные в результате гниения, попадают в грунтовые воды, тем самым загрязняя ближайшие водоемы. При этом только два полигона имеют официальную аккредитацию Роспотребнадзора при городе Советской гавани и в 15 километрах от поселка Сита в районе имени Лозом. Размещать мусор в других точках региона нельзя – это нарушение природоохранного законодательства. Поэтому каждый субъект страны должен как можно скорее либо узаконить уже действующие свалки, либо построить новые современные площадки. В целом в Хабаровском крае с учетом региональной логистики необходимо построить 76 полигонов. Прогнозируя потребность на создание таких объектов составляет около 10 миллиардов рублей. Объекты планируется построить в муниципальных образованиях с низкой плотностью населения и незначительным объемом образования мусора.